Мешковатая одежда никому не льстит, вне зависимости от типа тела. И конечно же, это относится и к джинсам. Я понимаю, что вы уже потратили денег и купили себе джинсы. Вам нравится их вид и стиль. Они просто немного большие. Хорошая новость, что вам не придется их выкидывать. Мы еще можем их спасти. При помощи швейной машинки. И немного знаний, мы можем исправить ширину штанины за пару минут. Вот что вам потребуется. Машинка, иголки, булавки, карандаш или мел и ножницы. Первый шаг – это замеры. Есть два метода, как сделать замеры. Первый – это использовать другую пару джинсов, которая на вас идеально сидит. Итак, вы берете те джинсы, которые надо исправить, выворачиваете их наизнанку и кладете на стол. Поверх них кладете идеальные джинсы. Для общей информации есть несколько способов, как можно заузить джинсы. Это можно сделать с внутренней стороны или с внешней. Мы пойдем простым путем, и я покажу, как заузить штаны с внутренней стороны. В конце концов, результат будет отличным, а в случае промаха, то ошибки не будут так сильно заметны, как если бы исправлять джинсы с внешней стороны. Итак, чтобы сделать замеры, мы выравниваем идеальные джинсы и те, которые надо исправить по внешней стороне и в паху. Затем карандашом или мелом проводим линию по внутренней стороне. После этого иголками скрепляем ткань, чтобы она не двигалась. Иголки должны смотреть в сторону от вас, чтобы их было проще вынимать во время сшивания. Если у вас нет идеальной пары джинсов, то вам тогда надо будет сделать замер на себе. Выверните джинсы наружу и наденьте их. Возьмите булавки и закрепите джинсы так, как вам нравится. Подвигайтесь, чтобы понять, что джинсы не слишком узкие, потому что вы не хотите порвать джинсы, когда сядете на диван. Когда вас все устроит, снимите джинсы и положите их на стол. Затем карандашом или мелом проведите линию по иголкам. Линия должна плавно заканчиваться в области паха без резких поворотов, иначе образуются морщины. Затем замените булавки на обычные иголки. Теперь вы готовы. Второй шаг, давайте шить. Вам надо подобрать нить по цвету джинс. Выберите прямой шов с шагом 2,5 мм. Рекомендую заменить универсальную иголку на специальную для джинсы. Обычная иголка тоже подойдет, но она имеет все шансы сломаться при работе с грубой тканью, как джинса. Сделайте немного швов. Затем сделайте несколько обратных швов. Они закрепляют нить, чтобы она не расползлась. Когда будете шить, следите за тем, чтобы у вас получалась ровная линия, а не зигзаг. Просто шейте по линии, вынимая по пути иголки. Не шейте поверх иголки, потому что она может застрять под ножкой, сместить ткань или даже сломать иглу. Если вы новичок, то шейте на более медленной скорости. А если уже опытный, то ставьте нормальную скорость. В конце снова сделайте несколько обратных швов, чтобы закрепить нить и повторите весь процесс на другой штанине. Когда закончили, выверните джинсы и примерьте. Если вас что-то не устраивает, то вы можете все проделать заново, используя такой вот расшиватель. Третий шаг – приводим в порядок. После того, как вы убедились, что джинсы выглядят хорошо, пришло время привести все в порядок. Первым делом надо взять ножницы и отрезать лишнюю ткань. Не забудьте оставить примерно 1 см для того, чтобы сделать шов. Вы также не хотите, чтобы ваш шов начал распадаться после первой стирки. Для этого надо использовать шов зигзаг или его еще называют оверлоком, чтобы хорошо сшить ткань. Прошейте весь шов от начала до конца, не забывая сделать несколько обратных швов в начале и в конце. Вуаля! Теперь у вас есть пара джинсов, которые вам по размеру. Кстати, теперь вы можете подшить любые штаны. Будь это чиносы или брюки. Что делать, если ваши джинсы слишком длинные? Как их укоротить? Смотрите вот это видео, где я рассказываю, как можно укоротить джинсы, чтобы они были идеальной длины.